Всем привет! С вами Диана Суворова и сегодня собираю вместе с вами бюджетную косметичку. Вот такая вот у меня сегодня симпатичная косметичка. Где такую достать, я вам расскажу чуть-чуть позже. Ну а если вы вдруг впервые зашли на мой канал, вас интересует тема косметики, надеюсь, не забудьте подписаться, потому что бюджетную косметику я тестирую на своем канале очень часто. Добро пожаловать на мой канал! Тема сегодняшнего видео была очень давно запрашиваемая. Я думаю, что меня много смотрят девушек, которые только начинают краситься, только начинают знакомиться с косметикой. Сегодня я расскажу о своих бюджетных фаворитах. Соберем вместе с вами небольшую косметичку. Здесь будет все для полноценного макияжа. От тонального крема до помады. Абсолютно все. Красивый макияж, конечно же, всегда начинается с тонального крема. Лично я тональный крем наношу в конце макияжа. Ну, я просто так привыкла. Но я знаю, что большинство наносят тональный крем первый. Вот с этого мы сегодня и начнем. И что скрывается в моей косметичке? Самый мой любимый на данный момент это бестселлер. Очень бюджетный, классный тональный крем. Сейчас он, кстати, у меня на лице. Этот тональный крем я могу рекомендовать для любого типа кожи. Для жирной, нормальной, комбинированной. Он перекрывает недостатки. Классно смотрится на лице. Не подчеркивает шелушение. Чем мне нравится этот тональный? Это то, что его очень просто наносить. Потому что он в таких вот капельках. Он очень жидкий. И, в принципе, даже новичок справится с этим тональным кремом. Вы просто наносите пару капель на лицо и руками распределяете его по лицу. Я люблю распределять его кисточкой. Но о кисточках мы поговорим чуть-чуть позже. Но, в принципе, бюджетный, классный. И не знаю, что еще лучше придумать. Следующим этапом макияжа будет нанесение консилера. И здесь у меня есть два фаворита бюджетных. О них я, кстати, очень часто тоже говорю на своем канале. У меня здесь консилер от Maybelline, который называется Fit Me. Он отлично подходит для зоны под глазами. Хорошо выглядит. Перекрывает синячки. Выравнивает кожу. Не сушит. И долго держится. Этот мой один из самых любимых. Если ищете консилер, присмотритесь вот к этому. Также еще один консилер, который мне нравится. От бренда Mark. Тоже довольно бюджетный. Хорошо выглядит. Перекрывает. Очень легкий. Но, тем не менее, справляется с синячками под глазами. Тоже нравится. Особенно мне нравится у них, конечно, вот эта вот их форма с удобным аппликатором. Эти два консилера, одни из моих любимых, могу смело рекомендовать. После нанесения тонального крема и консилера, я рекомендую немножко припудрить лицо. Закрепить тональный крем и консилер под глазами, чтобы они лучше держались. Первое, очень бюджетное, это Maybelline. Это тоже серия Fit Me. Уже заюзанная такая у меня. У меня пудра очень легкая, не оставит, знаете, такого ощущения муки на лице. Очень шелковистая, нежная. Что мне не нравится, у нее есть в комплекте спонж, но я, честно говоря, им не пользуюсь. Я советую вам использовать пушистую кисточку для этого. А также есть потайное зеркало, вот такое. Это очень удобно, потому что ее можно носить с собой. Одна из моих самых любимых пудр, я уже неоднократно показывала, это NYX. Не могу отнести NYX к супербюджетным каким-то средствам, но эта пудра довольно доступная и здесь ее очень много. Эта пудра называется No Filter. Выглядит она таким образом. У нее, к сожалению, нет ни зеркала, ни какого-то спонжа в комплекте. Но пудра очень нежная, шелковистая и классно, очень красиво заблюривает лицо. Действительно, как будто бы вы какой-то фильтр наложили. Если вы живете в Украине, то для вас доступны бренды, например, LCF и Patricia Lido. Это супербюджетные доступные бренды, которые продаются в Еве. Здесь у меня есть фаворит, например, бренд LCF. Пудра, которая похожа внешне на NYX, тоже очень приятная, нежная. Пудра, которая выглядит как настоящий люкс, это Patricia Lido. У нее есть и зеркало, и упаковка шикарная. Нет какой-то пуховки, но пудра отличного качества и тоже хорошо матирует, держит макияж, красиво выглядит на коже. Нет эффекта запудренности, перепудренности. Ну и, конечно, упаковка просто невероятная. После нанесения пудры лицо у нас, конечно же, заматированное. Оно очень красивое, ровное, но ему не хватает рельефа. Поэтому следующий этап это коррекция лица. И здесь у меня есть несомненный супербюджетный фаворит от бренда Lamelle. И это маленькое чудо. На самом деле это румяна в оттенке 0,6. Этот оттенок просто прекрасно подходит для коррекции лица. Наверняка вы точно бы прошли мимо него в магазине и совершенно не обратили бы на него внимания. Но, поверьте, это средство творит чудеса. У этого корректора очень красивый оттенок. Он правильного цвета. Серовато-коричневый, но не такой серый, чтобы вы поставили себе какие-то полосы серые на лице. Очень красиво растушевывается. Все в нем классно. Также могу вам рекомендовать румяна от бренда NYX в оттенке Taupe. Они тоже прекрасно подходят в качестве коррекции. Очень красиво смотрятся на лице. И даже новичок справится с этими румяными корректорами. После коррекции лица я обычно наношу румяна. Но, к примеру, если у вас румянец на лице свой хороший и он проглядывает сквозь, например, тональный крем, как у меня, обычно я этот этап пропускаю. Но очень часто все-таки румяна добавляют свежести лица, делают его более отдохнувшим, молодым и красивым. Поэтому не пренебрегайте этим средством. Здесь у меня есть любимое средство. Насколько я поняла, оно вообще универсальное и подходит абсолютно всем. Это румяна в оттенке 02 Dusty Rose. Это оттенок такой пыльной розы. Очень красивый, дает румянец, натуральный. Он и не теплый, и не холодный, и подходит, по-моему, абсолютно всем. Я слегка наношу румяна на яблочке щек, где-то на вторую половину и растушевываю немного к вискам, чуть выше коррекции. Вот туда я их обычно наношу. Но если внешность у вас теплая, или у вас смуглая кожа, или это, например, лето, то обратите внимание на румяна более персиковых оттенков. Вот здесь у меня, например, вот такие румяна от L'Oreal Life is a Peach. Они персикового оттенка, они очень красиво подходят именно смуглым, загорелым девушкам и девушкам с теплой внешностью. Не знаю, продаются ли они сейчас. Возможно, это лимитка, но оттенок очень красивый. С завершающим этапом макияжа лица у меня всегда идет хайлайтер. Это самый красивый акцент в макияже. Все сразу преображается с нанесением хайлайтера. И здесь у меня есть для вас несколько бюджетных моих фаворитов. Ну, сегодня все одни мои фавориты. Бюджетный ламель, конечно же. Это запеченный хайлайтер в не очень удобной упаковке, к сожалению. Но супер красивый и переливающийся. Довольно деликатный, но при желании можно нанести и поярче. Обычно хайлайтер я наношу на выступающую часть скулы, под бровь, в уголок глаза, переносится и над губой. Обычно я прохожусь кисточкой над губой и даже вот на все выступающие части губы при нанесении помады тогда очень красиво смотрится помада. Еще один классный хайлайтер. Все хайлайтеры, которые я сегодня показываю, они примерно в одной гамме. Они цвета шампанского с легкой розовинкой. Эти хайлайтеры в основном подходят большинству девушек. И у меня здесь хайлайтер от Estrada 304 оттенок. Он слегка тоже розоватый, очень красивый и шелковистый. Безумно красиво смотрится. И если вы живете в Украине, то обратите внимание на бренд Patrice Aledon. Здесь просто хайлайтер бомба. Я его уже много раз показывала и в фаворитах, и тестировала его. Это хайлайтер в первом оттенке. Безумно красиво смотрится. Многие, кто его купил, написали мне потом большое спасибо, потому что он просто невероятно смотрится на коже. Если что, посмотрите мой тест-драйв в косметике Patrice Aledon. Можно купить это в Еве. Сейчас мы переходим к бровям. И здесь у меня есть несколько фаворитов. Давайте начнем с карандашей. Для бровей, мне кажется, с ними проще всего справляться новичку. Проще всего вообще подбирать их и пользоваться. Что я могу посоветовать? Во-первых, конечно же, это NYX. Мимо этого карандаша я не могла пройти мимо, потому что этот карандаш называется Precision Brow Pencil. Что в нем мне нравится? Во-первых, большая вариация оттенков. Даже девушки с рыжими бровями, с рыжими волосами смогут подобрать там себе оттенок. И я знаю, насколько это сложно. Самый ходовой оттенок это Ash Brown. Он такой, знаете, универсальный. Подходит и брюнеткам, и блондинкам. Хотя для блондинок есть оттенок Blonde. Он очень красивый, он не теплый, он как раз такой холодный, как нужно. Очень красивый. Мне нравится у него такой вот толстенький, но одновременно и тоненький грифель, который сам рисует волоски. Очень им просто пользоваться. И, конечно, с другой стороны есть щеточка, которой можно удобно прочесывать брови. Еще один вид карандашей, который мне нравится, это карандаши микроматики. Они очень-очень тонкие. Ну, прям вот совсем тоненькие. Вот такие вот прям у них грифели. Размером, не знаю, с иголочку. Им тоже очень просто прорисовывать бровки, рисовать волоски. И здесь у меня тоже два фаворита. Во-первых, это NYX. И еще один очень похож на NYX. Это карандаш от Lamelle. Серо-коричневый. И это у меня оттенок 302. Обратите внимание. Также мне очень нравится помадка для бровей от бренда Glamby, который тоже продается в Еве. Это уже для бровей, которым все-таки не хватает волосков, которым есть что прорисовывать. Классная помадка, у которой в комплекте есть кисточка. Еще один важный продукт, без которого не обойдется ни одна косметичка, конечно же, карандаши для глаз. Я советую использовать водостойкие гелевые карандаши. У меня здесь новинка от Maybelline. Они только недавно появились. Они называются Tattoo Liner. Они очень стойкие. Как я их обычно использую? Во-первых, для прорисовки межресничной стрелки. Для этого я использую или черный, или коричневый. Во-вторых, ими можно нарисовать стрелку. Здесь можно использовать все четыре карандаша. Черный, коричневый, серый, или темно-синий. Также сегодня коричневым я прорисовала себе водную линию. И от этого взгляд тоже стал более глубокий. Так что эти могу смело рекомендовать. Если говорить о бюджетных палетках теней, то здесь у меня есть два варианта на выбор. Во-первых, недавно у меня было видео, где я тестировала продукцию от бренда Evelyn. И все мне очень советовали попробовать вот эту палетку. Посмотрите, какая это красота. У меня оттенок Rose. Это палетка в таких нежно-розовых, фиолетовых тонах. Посмотрите, какая она красивая. Тени классного качества. Они прекрасно тушуют. Много оттенков. Можно сделать и дневной макияж, и вечерний. Также была там гамма и в более коричневых оттенках. Но я могу вам посоветовать знаменитую палетку Maybelline The Nudes. Любимая мной из-за юзаной до дыр. Это базовая палетка в натуральной гамме. Серый, коричневые здесь оттенки. Немножко вот золотинка. Такая палитра подходит практически под любую внешность. Если сомневаетесь, что вам купить, покупайте вот эту. С ней вы точно научитесь делать любой макияж. Здесь есть базовые оттенки. Например, для затемнения складки века. Это матовые, средне-коричневые. Здесь есть оттенки, которые можно делать, такие цветовые акценты. Например, вот такие золотые, бронзовые. Есть очень классный черный оттенок, которым можно нарисовать, например, стрелку. Я так очень часто делаю и советую делать для тех, кто не умеет рисовать стрелки. Черный здесь отличный. На рынке она уже немало лет и хорошо себя зарекомендовала. Так что это точно база-база. Следующий этап, конечно же, будет нанесение туши. Здесь у меня есть очень давний мой фаворит. По-моему, уже года 2 или 3. Lush Sensation от Maybelline является моей самой любимой тушью. Эта тушь не сыпется. Она очень просто смывается теплой водой. Она делает красивые пушистые веерные ресницы. Я ее очень люблю и могу смело советовать для всех, кто только собирается приобрести себе какую-то первую тушь. Попробуйте эту, она вам точно понравится. Если хотите добавить к макияжу немножечко драмы, сделать его более вечерним, сделать какой-то акцент на ресницах, сделать ресницы более густыми, если, например, они у вас не сильно густые, я вам советую, конечно же, накладные ресницы. Здесь у меня вот такая вот коробочка. Здесь было 10 пар. Стоят они очень доступно. Около 2 долларов или даже меньше. Это классные такие реснички. Половинки, я часто их показываю в своих видео. Сейчас они у меня, кстати, тоже на веках. Не знаю, видно их или нет. Я думаю, что, скорее всего, они просто сливаются с моими натуральными ресницами. Но, тем не менее, делают такой вот красивый вытянутый взгляд. Эти ресницы я покупаю на Алиэкспресс. Самое печальное, что я не смогу вам порекомендовать никакой бюджетный клей для ресниц. Здесь у меня нет бюджетных каких-то аналогов или фаворитов. Я пользуюсь клеем, который называется Дуо. Он обычно продается в специализированных магазинах косметических. Или его можно заказать онлайн. Однако он стоит, как, наверное, 4 или 5 коробочек этих ресниц. Вот такая вот печаль. Но зато его хватает на очень-очень долго. Если говорить о помадах, то я приверженец жидких матовых помад. Люблю эти текстуры. Они обычно долго держатся. Красиво выглядят. Матовый финиш, вельветовые губы. По-моему, это украшение любого макияжа. Итак, давайте посмотрим, что у меня здесь в моей косметичке. Если хотите классные красные губы, мне понравилась вот эта помада от Evelyn. Это вообще целый набор. Там внутри, во-первых, жидкая матовая помада. Во-вторых, карандаш. Вот такой карандаш с точилочкой. Очень удобно. Помада очень приятная на губах. Долго держится. Красивый матовый красный. С таким макияжем вы точно не останетесь незамечены. Одна из моих любимых матовых помад. Это суперстойкая матовая жидкая помада. Maybelline Super Stay Matte Ink в оттенке 15. Удивительно то, что этот оттенок настолько универсальный, что подходит абсолютно всем. Все, кому я красил эту помаду, потом мне звонили и спрашивали, что это была за помада. Мне срочно нужен номер. Во-первых, держалась весь день или весь вечер. Во-вторых, очень красивый оттенок. Действительно какой-то универсальный. Такой, знаете, подходящий под любой дневной или даже вечерний макияж. Если вы хотите более комфортную матовую помаду, обратите внимание на серию от Rimmel Stay Matte. Это называется серия. Очень комфортный вариант помады. И то, что мне нравится, очень большая линейка оттенков. Там и от теплых до каких-то холодных розовых. Абсолютно любые варианты на любой вкус. Какая я снимала, соседи так громко врубили музыку. Я даже не знаю, наверняка вы сейчас будете вместе со мной тут танцевать на их дискотеке. Все еще не отошли от Нового года, наверное. А я как раз хотела рассказать вам про кисточки. Здесь у меня есть несколько любимых брендов. Они довольно бюджетные, но все-таки каких-то супер бюджетных вариантов сложно подобрать. И сложно порекомендовать вам. Конечно, можно купить кисти на Алиэкспресс. Но это всегда пальцем в небо. Качество может быть очень плохое. И кисточки сразу разлезутся. Я вам расскажу про те, которые мне нравятся. И которые служат мне годами. И я могу вам их рекомендовать. Во-первых, обратите внимание на бренд, который называется EcoTools. Часто я их покупаю на iHerb. Там есть большой раздел с этими кистями. Например, вот такая кисть. Не будет стоить больше, чем 3 доллара. И там можно купить наборы кистей от 10 до 19 долларов. Примерная стоимость целого набора. Там будут и кисти для румян, коррекции, для теней. В общем, там будет полноценный набор. Еще один бренд, который я могу вам смело рекомендовать. Этот бренд зарекомендовал себя годами. Их кисти просто прекрасного качества. Это бренд Real Techniques. Его я тоже покупаю на iHerb. У них всегда выходят какие-то интересные новинки. Но, конечно же, кисти Real Techniques уже будут стоить на порядок дороже. Например, набор кистей может стоить от 25 до 30 долларов. Но в этом наборе будут все необходимые кисти для макияжа. А вот эту косметичку я вам сегодня часто показывала. На самом деле, это косметичка-чехол для кистей от бренда BH Cosmetics. Она отличного просто качества. Это американский бренд. У них я покупала не один набор кистей. Часто они идут в наборе или с косметичками, или с такими вот стаканчиками. И там долларов за 15-20 можно купить просто огромный набор кисточек. Хватит вам там для всего, для всех своих креативных фантазий. Так что имейте в виду. Очень классный сайт. Могу вам советовать. Сегодня я показала вам достаточно много средств. Но давайте все-таки подведем итоги и подытожим, сколько же все-таки нужно средств для нормального, полноценного макияжа. Во-первых, тональный крем 1. Консилер 2. Пудра 3. Корректор 4. Румяна 5. Хайлайтер 6. Карандаш для бровей 7. Тени 8. Тушь 9. И помада 10. Всего лишь 10 предметов и у вас готова косметичка новичка. Надеюсь, это видео было полезное. Подписывайтесь на канал и мы очень скоро увидимся. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok